В условиях борьбы за существование выживают и дают потомство особи, обладающие хотя бы самым незначительным преимуществом перед остальными. Они имеют больше шансов на выживание и продолжение своего рода. Чарльз Дарвин. Гер, профессор, у нас съемка. Это фрагмент немецкого документального фильма, созданного по заказу министра пропаганды Йозефа Геббельсона. Такие красивые и сильные животные вынуждены бороться не на жизнь, а на смерть. Но в своих лесах они ведь живут мирно. Моя дорогая фройлен Фольклун, мирной жизни в природе вообще не существует. Но, гер, профессор, они же не едят друг друга. Возможно и нет, но они живут в постоянной борьбе, где слабый уничтожается. Уничтожение десятков миллионов людей на фронтах и в лагерях во время двух мировых войн. Массовые расстрелы гражданского населения, бомбежки мирных городов, истребление пленных голодом, безнаказанность военных и гражданских преступников, возникновение новых очагов войны внушили многим зарубежным ученым мысль, что агрессивность, эгоизм и хищность – природные, неискоренимые свойства человечества в целом. Обыватели и обслуживающие их писатели, художники, артисты, кинодеятели, проникшись этим же мировоззрением, доказывают, что представление о врожденном человеческом эгоизме опирается на дарвиновскую теорию естественного отбора. Все, неспособные к самосохранению, должны вымирать, уступая место тем, кто любой ценой побеждает и уничтожает врагов и соперников. Да чего же эта мысль проста и соблазнительна? Субтитры создавал DimaTorzok Кем будет этот человек? Что уже заложено в его геноме? И кем? Какие свойства его личности возьмут вверх? Он будет тираном? Или художником? Субтитры создавал DimaTorzok Это был, кажется, декабрь 1985 года. Политехнические музеи показывали смелый по тем временам фильм «Звезда Вавилова». Собралась, конечно, вся Академия наук, генетики. Это был первый такой фильм о Николае Ивановиче Вавилове. Все очень ждали этот фильм. А после просмотра было много выступлений. Он сидел рядом со мной, а потом, когда Иосиф Абрамович Рапопорт выступил, кто-то еще, вдруг он так обошел меня и пошел вниз к сцене. Он не намечался выступающих. И он пошел вниз к сцене, тут его увидели, там уже у сцены. И Иосиф Абрамович говорит, вот хочет сказать что-то Владимиру Павловичу о Фрэмсон. И Владимир Павлович выступил. Я не обвиняю авторов фильма в том, что они не смогли сказать правду о гибели Вавилова. Они скромно сказали, погиб в саратовской тюрьме. Он не погиб. Он сдох. Сдох, как собака. Сдох он от пелагры. Это такая болезнь, которая вызывается абсолютным запредельным истощением. Именно от этой болезни издыхают бездомные собаки. Наверное, многие из вас видели таких собак зимой на канализационных люках. Так вот, великий ученый, гений мирового ранга, гордость отечественной науки, академик Николай Иванович Вавилов сдох, как собака в саратовской тюрьме. И надо, чтобы все, кто собрался здесь, знали и помнили это. Было страшно. Зал политехнического музея был набит битком. И люди опустили глаза вниз большинство. И у меня было такое ощущение, что они хотят заткнуть уши. Палачи, которые правили нашей страной, не наказаны. И до тех пор, пока за собачью смерть Вавилова, за собачью смерть миллионов узников, умерших от голода крестьян, сотен тысяч военнопленных, пока за эти смерти не упал ни один волос с головы ни одного из палачей, никто из нас не застрахован от повторения пройденного. Он договорил все до конца. ушел, и аплодисменты. Это был просто шум в зале. Потому что, несмотря на то, что было страшно, потом поблагодарить смогли, не испугались. Восемьдесят пятый год. Начало перестройки. А когда мы уже сели в машину, я ему говорю, Владимир Павлович, вот вы спрашиваете, ну как? Ответьте на один вопрос. Почему вы так громко кричали? Вы же не говорили. Вы кричали. И он говорит, я боялся, что меня не услышали. Многие ученые утверждают мысль, что все этические начала в человеке порождены лишь воспитанием, религией, верой, убежденностью, являются особенностями целиком, приобретаемыми каждый раз на ново, то есть ненаследственными. Зато вспышки массовой жестокости – это возврат к животным инстинктам, к первобытным, зверинам, из века в век подавляемым, но именно врожденным свойствам. Однако у этой теории всегда была и есть масса противников. Многим хочется разрушить этот миф. Но тогда нужно ответить на главный вопрос. Почему? В следствии какого умственного или чувственного процесса человек сплошь да рядом, в силу каких-то соображений, называемых нами нравственными, отказывается от того, что, несомненно, должно доставить ему удовольствие? Почему он часто переносит всякого рода лишения, лишь бы не изменить сложившемуся в нем нравственному идеалу? В 1925 году Эфраемсон поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. И, как тогда говорили, попал под влияние Николая Константиновича Кольцова и его коллег. Классиков Четверикова, Заводовского, Роскина и других. Генетика увлекла его на всю жизнь. В жизни самое главное, бесконечно важное – это наука. А все остальное не важно. Да, ты можешь там жениться, можешь не жениться, ты там можешь зарабатывать много денег, мало денег. Это никакого значения не важно то, что ты сделаешь в науке. Вот такой был дух Кольцовской школы. А в 1929 году началось приведение в порядок естественных наук. На общем собрании обвиняли в троцкизме профессора Четверикова. Я могу себе это представить, все-таки я старый. Раскаленный дух таких собраний. Причем это эффект толпы. Люди возбуждаются, даже они совершенно нормальные и хорошие были люди. Но вот кого-то обвиняют, и масса находится энтузиастов, которые высказывают красноречиво всякие подозрения, что лекции великого Четверикова, потому непонятные этим балбесам, что он плохо читает, он очень сложен. А не потому, что они не образованы или не хотят думать. Поэтому они Четверикова выгоняли из университета, ну как тогда было принято, на уровне политической активности. А время было ужасное. Ректором был ведь Вышинский, кто это помнит. И Володей Фрунсон... ...я так и не получил. И то, что мне пришлось так много постигать самостоятельно, катастрофически сказалось на моем дальнейшем развитии. Я иногда месяца тратил на то, что потом оказывалось уже давно известно. Мне заявили, что я занял очень вредную позицию в науке. В моих докладах и написанной статье речь шла о существовании естественного отбора у человека как о чем-то совершенно очевидном. А эта тематика по тем временам считалась чуть ли не криминальной. Так я впервые очутился во внутренней тюрьме на Лубянке, расположенной, между прочим, в доме, где я когда-то родился. Лубянская площадь, дом 2. В 20-е и 30-е годы по Москве ходил такой анекдот. Показывая на тот дом, в котором я родился, один прохожий говорит другому. Раньше это был дом страхового общества «Россия». А теперь там что, госстрах? Нет, госужас. Так вот, в 1908 году я как раз и родился в доме страхового общества «Россия», в котором просто сдавались квартиры в наем. Моя семья, частокровная еврейская, была совершенно обрусевшей. Ни мама, ни отец, ни брат никогда не говорили ни на иврите, ни на идише, которые тогда называли просто жаргон. Кто же знал, что именно мой родной дом станет потом самым страшным местом в Москве? Когда следователь кричал на него, еще на 1-й маесте, «Знаете, где вы находитесь?» «Я-то дома», он говорил, «А вы-то знаете, что это мой дом?» Он у себя был дома. То, что я сумел сохранить свои позиции и не подписывать никаких абсурдных протоколов, это почти что не моя заслуга. Просто следствие не докопалось до одного моего слабого места. А если бы докопалось, думаю, что скорее я перегрыз бы вены на руке. Однажды он обмолвился, но это в частном разговоре, что у меня была одна очень любимая, знакомая. Была девушка, мне очень дорогая. И если бы следователь стал меня шантажировать, ею, там, арестуем, что-то еще, я бы, наверное, подписал все. Я получил три года лагерей и был отправлен на строительство дороги в Горную Шорию. Последние пять месяцев проработал на общих работах. Это была чудовищная жизнь. Мы страшно голодали. Самое унизительное в голоде это невозможность думать о чем-нибудь другом. После освобождения в 1935-м удалось договориться о том, что я поеду в Ташкент, в Среднеазиатский институт шелководства. У меня были кое-какие соображения, изобретательские идеи по поводу шелкопряда, и я имел готовую программу работы. Я работал там по 16-18 часов в день. Ни о чем не думал, ничего не подозревал, не имея, к счастью, никаких знакомств в городе и почти никуда не выходя с территории института, за исключением находившейся метрах в ста военной столовой, где я обедал, ужинал, забирал продукты на завтрак. О событиях 1936-1937-го годов практически не имел никакого представления, потому что тогда не читал газет, знакомых не имел и бешено работал. Однако события шли своим чередом. Выдающийся ученый нашей страны академик Лысенко знакомит молодых специалистов сельского хозяйства со своими работами. Экспонаты наглядно показывают, как замечательный ученый-новатор намного повышает урожайность картофеля, превращает озимую пшеницу в яровую, изменяет природу растений. Что бы вы сказали, если бы узнали, что преимущества лысенковского метода возрождения сортов методом внутрисортового скрещивания были доказаны элементарной недоуборкой и недоучетом урожая с контрольных участков, с тех, где такое скрещивание не проводил. Я хотел бы вам сказать одно. Недавно же, товарищи, я пожалел и довольно искренне пожалел своих кромных врагов, которые наказаны в шагу и теперь поезд на палку ставят. Это буржуазных ученых. Пожалел, товарищи, вот почему их. Уж больно низка в них производительность труда. И уж больно высокая производительность труда в наших ученых. Ведь то, что товарищи, наш ученый может проделать, он же не сам делает. Делается оно само собой, вот навалом. Вот это стилище, это хоза. В этом же году мне совершенно неожиданно объявили, что я снят с работы и что весь свой материал я должен сдать комиссии. И это было в августе 1937 года. Приказ содержал мотивацию. Полная неэффективность работ на протяжении полутора лет. Весь институт знал, что я работаю по 16-18 часов в сутки, а ни один идиот не будет столько работать, если перед ним не стоит какая-то очень интересная задача. Что такое генетика шелкопряда? Это когда надо разводить чистые линии, чистые, отобранные от одинаковых родителей, родственное скрещивание, генетику объяснять не буду. Чистые линии выводятся в течение полутора лет, вот скажем так. И эти чистые линии чистые по разным генам, потому что здесь окраска, здесь длина нити шелковой, здесь величина кокона, здесь цвет кокона, ну, все это понятно. Они живут в лаборатории, в специальных таких вот ящиках, в которых сначала личинки питаются, потом они окупливаются и так далее. Так вот, плод двухсполинолетней работы, эти чистые линии, все, взяли, вот эти коконы, и сожгли. Месяца через два-три после снятия, за которым последовало объявление меня врагом народа, я сел писать книгу по генетике селекции тутового шелкопряда. Тогда же, в 1937 году, я ее и закончил. Однако, снятый с работы, с порочащей характеристикой, я должен был еще полтора года искать работу, добиваться реабилитации. Уехал в Харьков, работал в школе учителем немецкого. Вся эта затея с моим увольнением была, конечно, диким беззаконием и была нужна только для того, чтобы выслужиться перед Лысенко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дня через 3-4 после начала войны я пришел в военкомат в Харькове и сказал, что я очень нужный человек. Владею немецким языком как русским, знаю немецкую историю, литературу, культуру лучше, чем ее знают большинство немцев с высшим образованием. Но самое главное, я защитил диссертацию по генетике. У меня на столе постоянно лежал научный журнал «Немецкий архив расовой биологии». Я прекрасно знаю всю эту идиотическую расовую теорию, знаю, как и чем ее можно опровергнуть, разбить. Кроме того, я могу пригодиться и просто по разведывательным делам. Военный очень обрадовался и сказал, что как раз такой человек, как я, им очень нужен. Но я перебил его. Есть одно я имею судимость по статье 58. Он сказал, я сейчас только позвоню и узнаю незанятыми то место, на которое я хотел вас принять. Он вышел за две и через минуту, то есть быстрее, чем можно было бы куда-либо позвонить, вернулся и сказал, место занято. Осенью я был мобилизован и так как в Харькове успел окончить курсы врача-лаборанта, был отправлен в медсанбат. Но когда наша дивизия прибыла на фронт, меня сразу же сделали помощником начальника разведки дивизии, немецкий язык. Моим начальником оказался физик из школы ЙОФы Борис Трофимов. Это был один из умнейших, благороднейших и храблейших людей, которых мне довелось встречать. Я успел с ним в компании хорошо обстреляться в первый же месяц пребывания на фронте. Но тут выяснилось, что сам Трофимов тоже имел судимость по 58-й статье. Мне было ясно, что в таком деле как разведка сочетание начальника и помощника, имеющих по 58-й статье прямая дорога в СМЕРШ. Я договорился с Трофимовым, что он будет вызывать меня на каждую активную операцию, но с тем, чтобы я числился по Медсанбату. В результате я принимал участие во всех активных операциях разведки, причислялся к опергруппе штаба дивизии во время наступления. Теория, выводящая все поведение человека из его созданного отбором абсолютного эгоизма, подкупает своей простотой и логичностью. Но эта теория сталкивается с фактами массового героизма и самоотвержения, с существованием героической верности своему долгу, стойкого чувства товарищества в самых тяжелых условиях. Идея справедливости обладает необычайной способностью к регенерации. Она подобна Фениксу, возрождающемуся из пепла. Субтитры создавал DimaTorzok В этом сундучке хранятся боевые награды. Вот тут я вам покажу два ордена Красной Звезды и Отечественной Войны. Это ордена Владимира Павловича, ну и медаль за победу Великой Отечественной Войне, за победу над Германией. Но самый страшный удар меня ждал в конце войны. Как-то на окраине города я краем глаза увидел странную процессию. Семь-восемь седых старых милок шли, неся на плечах молоденьких девочек. Мне помнится седая старушка с девочкой лет 12, совершенно белым искривленным лицом. Я увидел это действительно краем глаза, пробежал мимо. Потом меня попросили зайти в немецкий дом помочь, подумав, что я врач. 30-летняя стенографистка из Берлина, ее 5-летняя дочь. У обеих были порезаны вены на руках. Выяснилось, что стенографистка была изнасилована нашими солдатами много раз. Она решила покончить с собой и своей дочерью, но сделала это неумело. И вдруг меня осенило. Я понял, что происходят дикие эксцессы, и что надо быстро, решительно принимать меры. Я написал рапорт, описал то, что происходит, и отдал заявление на имя члена военного совета через прокурора армии. Я, конечно, понимал, что, как вредный свидетель, рискую получить вышку лишь травбат. Не случилось ни того, ни другого. Однако потом, аж в 48-м, мне это припомнили. Эфраим Сон, Владимир Павлович, ранее судимый. Статья 58-я. Обвиняется в клевете на советскую армию. Обвинение в клевете на советскую армию было смехотворным. Дело было совсем не в этом. В 1948 году я решил собрать и разобрать все деяния Лысенко, все его мошенничество, все его очковтирательство. Я приехал в Москву, работал бешено и подготовил серьезный труд, который я подал в отдел науки ЦК партии весной 1948 года. Ну вот, написал человек и отдал. Знал он, на что идет. Он же в лагере-то уже пережил. Он же уже знал, знал. Я был арестован. Причем следствие мое шло такими зигзагами, такими поразительными обстоятельствами сопровождалось, что об этом следовало совершенно отдельно рассказать. Когда мне стало ясно, что мой материал по отношению к Лысенко никак к делу приложить не хотят, я объявил голодовку, требуя предъявить мне истинное обвинение. Меня поместили раздетым в холодную камеру с койкой, представлявшей собой сплошной стальной лист с открытой, забранной решеткой стеной. Камера прямо сообщалась с улицей, где было довольно холодно. Мне вводили раствор глюкозы очень часто, и каждый раз небольшое количество. Молниеносное чувство разогревания, зубы перестают стучать, можно раза два пройти по камере. Потом приходится сесть, потом лечь. Каждые 20-30 минут вертухай будил меня и очень сердечным голосом уговаривал, ты же видишь, тебе умереть не дадут, чего ты себя зря мучаешь. Следствие, невыгодно было моим смерти. Ведь если бы я заснул и без движения пролежал бы более получаса, воспаления легких и смерть были почти неизбежны. Лысенко знал, что ему нечего возразить на предъявленные в моем труде обвинения. Возразить он мог только одним засадить меня за решетку. Бесчисленные мыслители признавали в человеке врожденные существования доброго начала. Но совместимо ли с современной наукой предположение, что кроме порожденных воспитаний есть еще какие-то, разумеется же, небожественного происхождения истоки доброго начала в человеке? Владимир Павлович был очень нерелигиозный человек. Он вообще был не то, что даже агностик, а я бы сказала, что он был воинствующий внутри себя, атеист. Но очень смешно, если в его книгах слово «природа» заменить словом «бог», смысл от этого не изменится. Владимир Павлович верил в природу человеческую, что она делает людей лучше и может делать людей лучше. не верил в Бога, но он был человеком, я не скажу святым, но праведником точно. Истинным, настоящим праведником. Когда он про себя говорил, я жуткий трус, но я не могу молчать, когда при мне творится несправедливость, это поведение праведника. Конечно, во многих ситуациях выживал и оставлял больше потомства тот, над кем тяготел инстинкт самосохранения, чистый эгоизм. Борьба за добычу, за самку сопровождалась отбором и на хищнические инстинкты. Но племя, лишенное этических инстинктов, имело столь же мало шансов оставить взрослое потомство, как племя одноногих, одноруких или одноглазых. Природа безжалостно истребляла те общины, в которых недостаточно охранялись беспомощные дети, старики, в которых недостаточно о них заботились. При этом неизбежно и быстро росла та система инстинктов и эмоций, на которую опирается совесть. Натуралист Евгений Море, три года живший среди обезьян в Африке, однажды подсмотрел, как леопард залег около тропы, по которой торопилась к спасительным пещерам запоздавшая стадо шимпанзе. Самцы, самки, малыши. Словом, верная добыча. От стада отделились два самца. Потихоньку взобрались на скалу над леопардом и разом прыгнули вниз. Один вцепился в горло леопарду, другой в спину. Задние лапы леопард спорол брюхо первому и передними лапами переломил кости второму. Но за какие-то доли секунды до смерти клыки первого самца сомкнулись на еремной вине леопарда. И на тот свет отправилась вся тройка. Конечно, обезьяны не могли не ощущать смертельную опасность. Но стадо они спасли. Наша жизнь наше существование в огромной мере определяется тем целеполаганием, которое складывается еще в детстве, обычно под влиянием матери. Именно мать очень рано подводит ребенка к вопросу, который ему нужно решить. Или я за себя, или я за других. Или я для людей, или люди для меня. Если я за других, то мне предстоит нелегкая жизнь с бесчисленными разочарованиями, несправедливостями. Но выбор надо делать. Субтитры создавал DimaTorzok Его отношение к альтруизму как к одному из основных свойств человека, который позволяет спасти человечество, безусловно, у него в этом не было сомнения, потому что он был ученый. А войны, агрессия, ну, да, но ежели бы не было альтруистов, человечество давно бы погибло. Когда они узнали, 5 марта Сталин умер, они об этом узнали, ну, предположим, на следующий день. Была звездная ночь, лагерь, барак, Караганда. И он мне рассказывал, я вышел из барака, посмотрел на это звездное небо и понял, это самый счастливый день в моей жизни. Владимир Павлович, который был не только некровожадным, он был просто очень добрым человеком, он радовался смерти тирана. Вот это фанера крашеная, это чемоданы, с которыми зэки возвращались из лагерей. Вот с этим чемоданом в феврале 55-го года Владимир Павлович приехал в Москву. Ключик, замочек, все то, что было, так оно и есть. Меня освободили из лагеря в 1955-м году, но жить в Москве не разрешали, поэтому я поселился в Клину. В 1956-м году был реабилитирован и снова отнес свою антилысенковскую рукопись в прокуратуру СССР. но это не возымело никакого действия. Тогда я понял, что мое спасение в работе. Я поставил себе цель реабилитировать медицинскую генетику. он мне позвал однажды и сказал, что я должен взять его колоссальный архив, он боится, что он пропадет. Что это такое, что за архив? Это в комнате на столах расставлена картотека. Бесчисленная картотека, он занимался генетикой заболеваний в истории героев всех времен и народов. тысячи карточек с описанием заболеваний и происхождения и анализ. Как он говорил, фотография героев. Вот совершенно древних героев, средние века, все наши великие люди. Я сказал, что мне некуда деть это. Ну, в самом деле некуда. В однокомнатной квартире, где жил наше семейство, ну, а потом даже двухкомнатная, расположить эти карточки было нельзя. Он сказал, ну, тогда возьмите, пожалуйста, хотя бы вот это черновик, один из вариантов книги, которую он по этому поводу написал. И стал мне рассказывать содержание книг, и в нем накапливалось это вот остервенение, давление пары внутреннего, эмоционального, что он не может опубликовать бесценные вещи, которые он собрал. И это повел, потому что он писал новые и новые. Итак, существование в человеке совести, то есть стремление к доброму началу, имеет мощную генетическую составляющую. Совесть является саморегенерирующим свойством, несущим себе и награду, и расплату за поступки человека. Человеку ценой миллиардов жертв, жестоким, естественным отбором досталось способность мыслить, различать добро и зло. Он должен всегда и во всем быть судьей своим собственным делам, сознавать, что за свои поступки всегда отвечает он сам. И только примером собственного альтруизма можно разрушить теорию главенства всепобеждающей животной силы и доказать свое право называться человеком. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна глава 15 стих 13 Редактор субтитров Корректор А.Егорова Девушки отдыхают 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 Все поведение человека из его созданного отбором абсолютного эгоизма подкупает своей простотой и логичностью. Но эта теория сталкивается с фактами массового героизма и самоотвержения, с существованием героической верности своему долгу, стойкого чувству. Все до конца, ушел и аплодисменты. Это был просто шум в зале. Потому что, несмотря на то, что было страшно, потом поблагодарить смогли, не испугались. 1985 год. Начало перестройки. А когда мы уже сели в машину, я ему говорю, Владимир Павлович, вы спрашиваете, ну как? Ответьте на один вопрос, почему вы так громко кричали? Вы же не говорили, вы кричали. И он говорит, я боялся, что меня не услышали. Песанты блина итальяна, сырами мацарелла и пармезан, солями и помидорами со свежей деревьей. Многие ученые утверждают мысль, что все этические начала в человеке порождены лишь воспитанием, религией, верой, убежденностью, являются особенностями целиком приобретаемыми каждый раз на ново, то есть ненаследственными. Зато вспышки массовой жестокости – это возврат к животным инстинктам, к первобытным, зверинам, из века в век подавляемым, но именно врожденным свойствам. Однако у этой теории всегда была и есть масса противников. Многим хочется разрушить этот миф, но тогда нужно ответить на главный вопрос. Почему? Вследствие какого умственного или чувственного процесса человек сплошь да рядом, в силу каких-то соображений, называемых нами нравственными, отказывается от того, что, несомненно, должно доставить ему удовольствие? Почему он часто переносит всякого рода лишения, лишь бы не изменить сложившемуся в нем нравственному идеалу? В 1925 году Эфреймсон поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. И, как тогда говорили, попал под влияние Николая Константиновича Кольцова и его коллег. Классиков Четверякова, Заводовского, Роскина и других. Генетика увлекла его на всю жизнь. В жизни самое главное, бесконечно важное – это наука. А все остальное не важно. Да, ты можешь жениться, можешь не жениться, ты можешь зарабатывать много денег, мало денег. Это никакого значения не важно то, что ты сделаешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В 1924 после начала войны я пришел в военкомат в Харькове и сказал, что я очень нужный человек. Владею немецким языком, как русским. Знаю немецкую историю, литературу, культуру лучше, чем ее знают большинство немцев с высшим образованием. Но самое главное – я защитил диссертацию по генетике. У меня на столе постоянно лежал научный журнал, немецкий архив расовой биологии. Я прекрасно знаю всю эту идиотическую расовую теорию, знаю, как и чем ее можно опровергнуть, разбить. Кроме того, я могу пригодиться и просто по разведывательным делам. Военный очень обрадовался и сказал, что как раз такой человек, как я, им очень нужен. Но я перебил его. Есть одно «но». Я имею судимость по статье 58. Он сказал, я сейчас только позвоню и узнаю, не занято ли то место, на которое я хотел вас принять. Он вышел за дверь. И через минуту, то есть быстрее, чем можно было бы куда-либо позвонить, вернулся и сказал, место занято. Осенью я был мобилизован. И так как в Харькове успел окончить курсы врача-лаборанта, был отправлен в медсанбат. Но когда наша дивизия прибыла на фронт, меня сразу же сделали помощником начальника разведки дивизии. Немецкий язык. Моим начальником оказался физик из школы ЙОФы Борис Трофимов. Это был один из умнейших, благороднейших и храблейших людей, которых мне довелось встречать. Я успел с ним в компании хорошо обстреляться в первый же месяц пребывания на фронте. Но тут выяснилось, что сам Трофимов тоже имел судимость по 58 статье. Мне было ясно, что в таком деле, как разведка, сочетание начальника и помощника, имеющих по 58 статье прямая дорога в СМЕРШ. Я договорился с Трофимовым, что он будет вызывать меня на каждую активную операцию, но с тем, чтобы я отчислился по медсанбату. В результате я принимал участие во всех активных операциях разведки, причислялся к опергруппе штаба дивизии во время наступления. Краем глаза увидел странную процессию. Семь-восемь седых старых невок шли, неся на плечах молоденьких девочек. Мне помнится седая старушка с девочкой лет 12, с совершенно белым искривленным лицом. Я увидел это действительно краем глаза, пробежал мимо. Потом меня попросили зайти в немецкий дом помочь, подумав, что я врач. 30-летняя стенографистка из Берлина и ее 5-летняя дочь. У обеих были порезаны вены на руках. Выяснилось, что стенографистка была изнасилована нашими солдатами много раз. Она решила покончить с собой и своей дочерью, но сделала это неумело. И вдруг меня осенило. Я понял, что происходят дикие эксцессы, и что надо быстро, решительно принимать меры. Я написал рапорт, описал то, что происходит, и отдал заявление на имя члена военного совета через прокурора армии. Я, конечно, понимал, что, как вредный свидетель, рискую получить вышку или штрафбат. Не случилось ни того и ни другого. Однако потом, аж в 48-м, мне это припомнили. Эфраим Сон, Владимир Павлович, ранее судимый. Статья 58. Обвинение в клевете на советскую армию. Обвинение в клевете на советскую армию было смехотворным. Дело было совсем не в это. В 1948 году я решил собрать и разобрать все деяния Лысенко, все его мошенничества, все его очковтирательства. Я приехал в Москву, работал бешено и подготовил серьезный труд, который я подал в отдел науки ЦК партии весной 1948 года. Ну вот, написал человек и отдал. Знал он, на что идет. Он же в лагере это уже пережил, он же уже знал, знал. Я был арестован. Причем следствие мое шло такими зигзагами, такими поразительными обстоятельствами сопровождалось, что об этом следовало совершенно отдельно рассказать. Когда мне стало ясно, что мой материал по отношению к Лысенко никак к делу приложить не хотят, я объявил голодовку, требуя предъявить мне истинное обвинение. Меня поместили раздетым в холодную камеру с койкой, представлявшей собой сплошной стальной лист с открытой, забранной решеткой стеной. Камера прямо сообщалась с улицы, где... Обычно под влиянием матери. Именно мать очень рано подводит ребенка к вопросу, который ему нужно решить. Или я за себя, или я за других, или я для людей, или люди для меня. Если я за других, то мне предстоит нелегкая жизнь с бесчисленными разочарованиями, несправедливостями. Но выбор надо делать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Его отношение к альтруизму как к одному из основных свойств человека, который позволяет спасти человечество, безусловно, у него в этом не было сомнения, потому что он был ученый. А войны, агрессия... Ну, да, но ежели бы не было альтруистов, человечество давно бы погибло. Когда они узнали, 5 марта Сталин умер, они об этом узнали, ну, предположим, на следующий день. Была звездная ночь, лагерь, барак, Караганда. И он мне рассказывал, я вышел из барака, посмотрел на это звездное небо и понял, это самый счастливый день в моей жизни. Владимир Павлович, который был не только некровожадным, он был просто очень добрым человеком, он радовался смерти тирана. Вот это фанера, крашеная. Это чемоданы, с которыми зэки возвращались из лагерей. Вот с этим чемоданом в феврале 55-го года Владимир Павлович приехал в Москву. Ключик, замочек, все, все то, что было, так оно и есть. Меня освободили из лагеря в 1955-м году, но жить в Москве не разрешали, поэтому я поселился в Клину. В 1956-м году был реабилитирован и снова отнес свою антилысенковскую рукопись в прокуратуру СССР. Но это не возымело никакого действия. Тогда я понял, что мое спасение в работе. Я поставил себе цель реабилитировать медицинскую генетику. КОНЕЦ В этом шиндучке хранятся боевые награды. Вот тут я вам покажу два ордена Красной Звезды и Отечественной войны. Это ордена Владимира Павловича, ну и медаль за победу в Великой Отечественной войне, за победу над Германией. ПОТЕЦ 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 Но самый страшный удар меня ждал в конце войны. Как-то на окраине города я краем глаза увидел странную процессию. Семь-восемь седых старых мебок шли, неся на плечах молоденьких девочек. Мне помнится седая старушка с девочкой лет 12, с совершенно белым искривленным лицом. Я увидел это действительно краем глаза, пробежал мимо. Потом меня попросили зайти в немецкий дом помочь, подумав, что я врач. Тридцатилетняя стенографистка из Берлина и ее пятилетняя дочь. У обеих были порезаны вены на руках. Выяснилось, что стенографистка была изнасилована нашими солдатами много раз. Она решила покончить с собой и своей дочерью, но сделала это неумело. И вдруг меня осенило. Я понял, что происходят дикие эксцессы, и что надо быстро, решительно принимать меры. Я написал рапорт, описал то, что происходит, и отдал заявление на имя члена военного совета через прокурора армии. Я, конечно, понимал, что, как вредный свидетель, рискую получить вышку или штрафбат. Не случилось ни того и ни другого. Однако потом, аж в 48-м, мне это припомнилось. Эфраим Сон, Владимир Павлович, ранее судимый, статья 58. Но самый страшный удар меня ждал в конце войны. Как-то на окраине города я краем глаза увидел странную процессию. Семь-восемь седых старых мемок шли, неся на плечах молоденьких девочек. Мне помнится седая старушка с девочкой лет 12, совершенно белым искривленным лицом. Я увидел это действительно краем глаза, пробежал мимо. Потом меня попросили зайти в немецкий дом помочь, подумав, что я врач. Тридцатилетняя стенографистка из Берлина и ее пятилетняя дочь. У обеих были порезаны вены на руках. Выяснилось, что стенографистка была изнасилована нашими солдатами много раз. Она решила покончить с собой и своей дочерью, но сделала это неумело. И вдруг меня осенило. Я понял, что происходят дикие эксцессы и что надо быстро, решительно принимать меры. Я написал рапорт, описал то, что происходит и отдал заявление на имя члена военного совета через прокурора армии. Я, конечно, понимал, что как вредный свидетель рискую получить вышку лишь травбат. Не случилось ни того и ни другого. Однако потом, аж в 48-м мне это припомнил. Эфраим Сон, Владимир Павлович, ранее судимый. Статья 58. Обвиняется в клевете на советскую армию. Обвинение в клевете на советскую армию было смехотворным. Дело было совсем не в это. В 1948 году я решил собрать и разобрать все деяния Лысенко, все его мошенничества, все его очковтирательства. Я приехал в Москву, работал бешено и подготовил серьезный труд, который я подал в отдел науки ЦК партии весной 1948 года. Ну вот, написал человек и отдал. Знал он, на что идет. Он же в лагере-то уже пережил, он же уже знал, знал. Я был арестован. Причем следствие мое шло такими зигзагами, такими поразительными обстоятельствами сопровождалось, что об этом следовало совершенно отдельно рассказать. «Когда мне строго...» В этом шиндучке хранятся боевые награды. Вот тут я вам покажу два ордена Красной Звезды и Отечественной войны. Это ордена Владимира Павловича, ну и медаль за победу Великой Отечественной войны, за победу над Германией. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я увидел странную процессию. Семь-восемь седых старых мебок шли, неся на плечах молоденьких девочек. Мне помнится седая старушка с девочкой лет 12, совершенно белым искривленным лицом. Я увидел это действительно краем глаза, пробежал мимо. Потом меня попросили зайти в немецкий дом помочь, подумав, что я врач. Тридцатилетняя стенографистка из Берлина и ее пятилетняя дочь. У обеих были порезаны вены на руках. Выяснилось, что стенографистка была изнасилована нашими солдатами много раз. Она решила покончить с собой и своей дочерью, но сделала это неумело. И вдруг меня осенило. Я понял, что происходят дикие эксцессы, и что надо быстро, решительно принимать меры. Я написал рапорт, описал то, что происходит, и отдал заявление на имя члена военного совета через прокурора армии. Я, конечно, понимал, что, как вредный свидетель, рискую получить вышку или штрафбат. Не случилось ни того, ни другого. Однако потом, аж в 48-м, мне это припомнилось. Эфраим Сон, Владимир Павлович, а ранее судимый. Статья 58. Обвиняется в Кривите на советскую армию. Обвинение в Кривите на советскую армию было смехотворным. Так оно и есть. Меня освободили из лагеря в 1955 году, но жить в Москве не разрешали. Поэтому я поселился в Клину. В 1956 году был реабилитирован и снова отнес свою антилысенковскую рукопись в прокуратуру СССР. Но это не возымело никакого действия. Тогда я понял, что мое спасение в работе. Я поставил себе цель реабилитировать медицинскую генетику. Он мне позвал однажды и сказал, что я должен взять его колоссальный архив. Он боится, что он пропадет. Что это такое? Что за архив? Это в комнате на столах расставлена картотека. Бесчисленная картотека. Он занимался генетикой заболеваний в истории героев всех времен и народов. Тысячи карточек с описанием заболеваний и происхождения, и анализ. Как он говорил, фотография героев. Вот совершенно древних героев, средние века, все наши великие люди. Я сказал, что мне некуда деть это. Ну, в самом деле некуда. В однокомнатной квартире, где жил наше семейство, ну, а потом даже двухкомнатная, расположить эти карточки было нельзя. Он сказал, ну, тогда возьмите, пожалуйста, хотя бы вот этот вот черновик. Один из вариантов книги, которую он по этому поводу написал. И стал мне рассказывать содержание книг, и в нем накапливалось это вот остервенение, давление пары внутреннего, эмоционального, что он не может опубликовать бесценные вещи, которые он собрал. И это повел, потому что писал новые и новые. Итак, существование в человеке совести, то есть стремление к доброму началу, имеет мощную генетическую составляющую. Совесть является саморегенерирующим свойством, несущим в себе и награду, и расплату за поступки человека. Человеку, ценой миллиардов жертв, жестоким, естественным отбором досталась способность мыслить, различать добро и зло. Он должен всегда и во всем быть судьей своим собственным делам, сознавать, что за свои поступки всегда отвечает он сам. И только примером собственного альтруизма можно разрушить теорию главенства всепобеждающей животной силы и доказать свое право называться человеком.